Здравствуйте, меня зовут Прокипец Армен Тарасович, я врач-офтальмохирург. Сегодня мы поговорим о разных видах лазерной коррекции и отдельно остановимся на моей авторской методике Nassen U Advanced Surface Ablation. Принципиально существует два вида лазерной коррекции зрения. Коррекции поверхностные и это коррекции с использованием лоскута. Как проводится лазерная коррекция? Суть ее в том, что мы полируем поверхностную линзу глаза-роговицу для того, чтобы изменить ее форму или выровнять при астигматизме. Уровень воздействия при этом может быть разный при поверхностных процедурах. Лазерная коррекция или воздействие лазера начинается с поверхности каркаса или строма роговицы, а при процедуре с лоскутом сначала нужно вырезать в поверхностных слоях роговицы, в том числе и в каркасе, лоскут, его отогнуть, и дальше лазер будет изменять профиль роговицы уже на средних слоях роговицы. Чаще всего вы можете столкнуться с описанием процедуры ЛЭЗИК. Это лоскутная процедура, при которой специальным прибором-микрокератомом механически вырезается поверхностный слой роговицы и поверхностные слои стромы для того, чтобы достичь средних слоев. Процедура с лоскутом может быть выполнена с помощью специального фемтосекундного лазера. Это называется фемтосопровождение лазерной коррекции зрения. Суть фемтосекундного сопровождения в том, что специальным лазером в толще роговицы формируется много тысяч мелких пузырьков. Соединяясь друг с другом, они расслаивают роговицу, и таким образом этот лоскут тоже можно отогнуть, для того, чтобы уже дальше эксимерный лазер произвел полировку роговицы, чтобы изменить ее оптику или выровнять, как при астигматизме. Проблемы процедур лазерной коррекции по технологии лазик или фемтосекундным сопровождением в том, что эти лоскуты, которые вырезаются механически или фемтосекундным лазером, никогда не прирастают по всей площади. Они прирастают только по периферии. Поэтому, к сожалению, в течение всей жизни людям, перенесшим процедуру лазик или фемто-лазик, вот такими травмами, ручкой, карандаш, веткой, можно этот лоскут сместить. Он поправляется, но это требует поправления его в условиях операционной, которая не всегда доступна в случае получения такой травмы. При поверхностных лазерных коррекциях происходит полировка только на поверхности строма роговицы, в отличие от лазика, где полировка происходит на внутренних слоях. Достичь поверхности каркаса роговицы можно, убрав передний слой роговицы эпителий. Это тот слой клеток, который меняется у нас каждый день, как поверхностный слой кожи на нашем теле. Обычно при стандартной технологии ФРК хирург механически удаляет поверхностный слой роговицы эпителий, то есть соскребает специальным скребцом, и дальше лазер уже полирует поверхность роговицы. То же самое происходит и при бесконтактных лазерных коррекциях, но эпителий удаляется с помощью специального лазера. Суть методики от этого не меняется. Проблема этой методики в том, что остается открытая рана роговицы, которая долго заживает и достаточно сильно беспокоит пациентов. При моей авторской технологии NASA New Advanced Surface Ablation мне удалось сохранять вот этот поверхностный слой эпителий в жизнеспособном состоянии и возвращать его на место после проведенной лазерной коррекции, что не оставляет уже такую открытую рану, как при ФРК или бесконтактной лазерной коррекции зрения, и значительно ускоряет сроки заживления и минимизирует неприятные ощущения после лазерной коррекции зрения по технологии NASA. Также при технологии NASA я расширил значительный диапазон проведения лазерной коррекции зрения, так как за счет того, что мы не режем роговицу и не тратим ткань лишнюю на срезание этого лоскута, мы можем брать большие оптические дефекты, близорукость до 22 диоптрий, гиперметропию до 8 диоптрий и астигматизм до 8-10 диоптрий. Тогда как при технологии ФРК или бесконтактной лазерной коррекции близорукость более 6-7 диоптрий брать невозможно, при технологии LASIK больше 12 брать невозможно. Такие же ограничения существуют и по коррекции оптических дефектов, таких как астигматизм или гиперметропия. Больше 4 диоптрий при LASIK или при ФРК или бесконтактной лазерной коррекции в других клиниках не берут. Итак, мы разобрали разные методики лазерной коррекции, и в следующем видео мы расскажем, с чего начать, если вы задумались о проведении лазерной коррекции зрения.